Всем привет дорогие друзья, с вами Йорнс, пишу к вам с пачкой новостей с тестового сервака. Очередной анонс патч-нота 1.69. В общем, все поясню, расскажу, а завтра будем лицезреть. 29.07, 2 часа техработ, 1200 кристаллов. Ну так как данное обновление очень большое, друзья, очень большое, поэтому запасайтесь терпением, берите чай, кофе и смотрите до конца. Я думаю, что оно затянется, и подарок по кристаллам в виде компенсации будет гораздо больше. За это большое спасибо. Далее по тексту написано, что добавят новенького героя из фракции Могила Рождённый, Ходжкин, Оскорблённый Капитан. И также запустят уже 30.07 арену испытаний, 6 боёвок и награды, а также трёхдневную копию в тест. Но не торопитесь её брать, потому что запустят новый цикл Туманной Долины, и там она однозначно пригодится. Лучше мы посмотрим, как я буду тестировать этого героя на тесте, если вы тут не играете, и вы уже какое-то, ну там, понимание или впечатление от этого героя словите однозначно. Но если он будет хреновый, ну, будет печально, потому что Могила Лесники – это самая любимая фракция лично у меня. И, кстати, арену испытаний, сколько у вас спрашиваю, вы так мне и не даёте ответ. Лучше её сделать в отдельном видосе, или вы смотрите картинку, или всё-таки показать, как я буду её проходить, когда будем разбирать этого героя Ходжкина. Пирата из фракции Могила Рождённых. Но кто он будет по классу, пока не ясно. Так, новые дополнения и оптимизации. Тут написано, что 30.07 в 5 утра на Урале, в 3 утра по Москве будет добавлен новый летний ивент. Остров Одиночества. И, соответственно, мы будем там участвовать, что-то за него получать. Надеюсь, он будет интересный. Хотя слив уже от АФК Инсайдов был. Я немножко рассказывал, также публиковал картинки. Так что смотрите инфу у них в группе ВК, у меня в группе ВК. И смотрите за видосами. И вы будете в курсе всех новых событий в игре. Это обязаловка. Друзья, и все ссылки полезные есть в описании данного видеоролика. Так что, что это за ивент Остров Одиночества, мы с вами посмотрим. Во втором пункте написано, что также будет добавлен новый ивент Остров Золота, в котором вы будете их добывать на своём островке. И также грабить чужие островки других игроков. Данное событие запустят 6.08 в 5 утра, также по моему местному времени. Ну зашибись, одни острова. Кругом одни острова. В третьем пункте написано, что были изменения системы гравировок. То есть они там типа оптимизировали всё. И что мы теперь видим? Что гравировку будет добавлять также во фракцию пространственных Dimension Hero. Да, друзья? И она будет активирована после того, когда герой получит одну звезду. Ну то есть вы с кем-то его связываете, у кого есть звезды, и вы гравировку сразу активируете. Правда, те, кто возьмут первым героем своего Мерлина, и у вас нету героев со звездами, вы будете пока курить бамбук. Вообще, зачем он заморачиваться с этой звездой? Просто могли сделать гравировку и всё. Ещё бы додумались от пяти звезд её активировать. Ну, это такое. Дальше они пишут, что будут увеличены атрибуты больших и малых глифов. У больших с пятого, десятого, пятнадцатого, двадцатого, а у малых третьего, шестого уровня. Но эта ситуация вообще в корне не изменит, друзья. Потому что надо уменьшать стоимость ресурсов. Но что они с этим сделали, вы поймёте дальше. Это просто смех. Я думаю, что все донатеры как буйствовали, так и будут буйствовать. Они, конечно, могут делать какие-то события-ивенты. Но донатерам пофигу. У них столько ресурсов в загашнике, что они даже просто прокачанные героев без этих вот атрибутов, да, или без этой гравировки, ну, будут хорошо себя чувствовать, понимаете? Ну, конечно, если встречается одна аталия с гравировкой, другая без гравировки, то, соответственно, с гравировкой она выиграет. Но кто будет таким дурачком, кто будет продолжать просто кормить лилитов, когда они так относятся ко всем игрокам безалаберно и вообще неуважительно? Ну, в общем, ладно, усилили атрибуты глифов, спасибо. Дальше они пишут, что будут улучшены эффекты некоторых гравировок. И далее пишут, что добавлены новые функции масштабирования, которые позволяют игрокам легче просматривать интерфейс данной функции. Типа, мы чё там с лупой сидели, что ли, не видели этот интерфейс? Ну, спасибо, могли даже это, по сути, сюда и не писать. И далее пишут, что теперь свойства гравировок можно посмотреть в портретах. Эврика, ёлки-палки. Надо было сразу это добавить, как только добавили гравировку на подземных и небесных. Но они добавляют в следующем только патче. Вот я буду ржать, если они будут добавлять гравировку сначала на лесников в одном патче 1.70, да, или там потом в 1.71 добавят на могил и так далее. Добавьте сразу на простые фракции и вам будет большой респект. Ну, в общем, бредятина бредятиной. Ладно, в четвертом пункте написано, что будет добавлен, ну, типа, если кратко, скин на Мегиру, который можно будет получить в ивенте, как раз-таки, Остров Одиночества, который стартанет 30.07. Это четвертое. Пятое. Запустят новое чудесное путешествие. Под названием, друзья, Последняя ночь. Оно будет активно 30.07, то есть в конце вот этой недели. То есть сегодня у нас среда. Это будет пятница, прикиньте. Я не знаю, опечатка, не опечатка, но то есть будет новое чудесное путешествие. Будем получать плюшки. Ха, круто. Последняя ночь, да? В шестом написано, что добавят путешествие воздушного шарика под названием Песочный путь или Песочные пути, короче. Будет доступно тем, кто прошел 27-ю главу, 50-й этап, ну, практически 27-ю главу. И закрыл на 60% предыдущее путешествие под названием Чёрный лес. Или Чёрный леса, короче. Ну, и это вот какое-то там последнее, которое мы тоже прошли. Прикол. Седьмое. Добавят новую главу компании. Написано Чудесный лес. Это будет 44-я глава, друзья, а 43-ю будет ослаблять. Но, видимо, те, кто не дошли до 43-й, особо не расстроятся, да? И я в том числе. Потому что, когда мы дойдем до 43-й, будет уже 50 глав компаний. И их, видимо, будет у нас целая сотка. Это капец. Прикиньте, новичок начинает играть такой. Ээээ, ммм, 100 глав компаний, вы серьёзно? Это как вообще? Это как? Ну, это жесть. Ну, ладно. Теперь у нас есть 44-я глава в патче 1.69. Запомните этот момент и запомните мои слова. Так, восьмое, друзья. Тут написано, что будет добавлена новая таблица лидеров популярности. А также вы-то можете посмотреть, типа, популярных героев, популярные именные предметы и популярную мебель. Типа, будет как-то оптимизирован расчёт. Насколько он будет оптимизирован, я не знаю. Мы же гайды не знаем и не спрашиваем совета у уже бывалых игроков, да? Ну, ладно. Пусть это будет в игре и новичкам это поможет. Девятое. В девятом написано, что будет запущен новый раунд Туманной долины. Он будет активен 3-го 0-8-го. То есть, совсем близко. И они добавят ещё дополнительные 5 слотов или 5 ячеек, когда вы проходите с 32 по 36-ю главу. И в эти ячейки вы сможете поставить осколки стихий и ядра элементарий, которые нужны как раз-таки для того, чтобы прокачивать гравировку, друзья. Ну, в виде наград. Ну, теперь получается, нам надо проходить как минимум до 37-й главы и там продолжать сидеть, фармить те же самые камни, сундуки, шмотки и так далее. Потому что, а зачем выше-то бежать? Там выше-то ничего нет. Видите? Теперь 36-я глава. Это, так скажем, must-have, который вы должны пройти. Поэтому те, кто сидят на 35-й, в руки, в ноги и полетели до 37-1, друзья. А там потихонечку-потихонечку пыхтим вверх. Так, 10-е. Оптимизирована система многокомандных сражений. Теперь, типа, снаряжение и артефакты можно менять местами на этапе подготовки к битве. То есть, когда, допустим, ну, раньше, по крайней мере, было так. Если вы один отряд побеждаете, то там, в принципе, поменять артефакты вроде как было нельзя. Может быть, я, конечно, путаю. Но, если я правильно понял, то это именно так. Так, ну, мне что еще не нравится, что вы не можете поменять артефакт, когда бьете босса в искаженном мире. То есть, вам надо выйти из искаженного мира, поменять артефакт, допустим, зайти или поменять шмотки, а потом только нападать. Вот. Лучше бы они в искаженном мире это сделали. Так, 11-ый. Прям такой большой. Офигеть. Офигеть. Ну, в общем, если кратко, когда я первый раз почитал, я понял одно. Что здесь будет корректировка королевских наград, чемпионов Эспири и искаженных наград. Это вот эти паки, которые стоят там, ну, сколько там, по-моему, тысяча с чем-то рублей. Давайте зайду и вам это все дело покажу. Вот. Вот они, искаженные награды, чемпионы Эспири и королевские награды. Также они там пишут, что, типа, как-то там будет обновлена система перков. То есть мы будем якобы то ли меньше, то ли больше получать этих ресурсов, я так и не понимаю. И будут опять так же паки новые и старые. И мы можем выбрать, какой нам, типа, больше нравится на первое время, новый или старый. Но когда старый закончит свое действие, типа, останутся новые. И также написано было в этом патче, что вот здесь в наградах, где мы вот выбираем, допустим, монеты ПО или сундуки, вот эти, мы можем теперь будем здесь выбирать вот эти осколки элементарий. Это, то есть, простые, да, и ядра элементарий, которые позволяют прокачивать гравировку. Да, именно в чемпионах Эспири. То есть вот здесь вот мы сможем эти награды выбирать. То есть быстрее пойдет прокачка гравировки. Ну и, соответственно, эти паки надо будет покупать. Тем самым донатеры, видимо, станут мягче и скажут, окей, мы не будем больше бунтовать, мы не будем больше бастовать, мы купим эти паки и будем прокачивать гравировку. В принципе, это нормально, а почему бы и нет, да? Вроде на плюс 60 закроем всех героев и будем кайфовать. А те, кто могут, закроют и на все на плюс 80, друзья. Вот. Ну, посмотрим, посмотрим, как они изменятся, сколько мы в итоге будем получать этих осколков простых и мифических, да, легендарных и мифических, чтобы прокачивать эти гравировки. Ну, когда фри-то-плей игрок играет и не может их получать, то есть он вынужден только тратить свои кровные, ну, это опять все равно же мы возвращаемся к тому, что это не уважение фри-то-плей игроков. Это подпитывание только для донайтеров, понимаете, чтобы они были, ну, как бы, довольны. Ну, короче, такое. То есть их сюда добавят эти осколки и мы теперь будем их видеть здесь, друзья. Ну и в заключение у нас идет изменение баланса героев. В общем, первый это Мерлин. У него была скорректирована какая-то механика применения способности магического исцеления. То есть тем самым устранена проблема, из-за которой навык мебели в некоторых случаях прерывал применение магического исцеления. Я не замечал, чтобы у Мерлина были какие-то проблемы, но, видимо, те, кто его купили, нажаловались и сказали, так нельзя, и пальчиком помахали, так нельзя, мы же все-таки бабки вложили. Потом идет Талия, исправлена ошибка, из-за которой именной предмет не получал усиленных атрибутов при достижении 25 уровня, друзья. Да, это просто смешно, это просто смешно, потому что тем самым они завуалированы и ее бафают, друзья. Типа, до этого вы ее тестировали, она была полным говном, все высказались, блогеры, да. Также высказались, скорее всего, свои там какие-то игроки или тестеры. И они такие, надо как-то это завуалировать, чтобы, типа, сказать, что это была ошибка, к которой мы ее исправили, и теперь Талия стала лучше. И, типа, после этого патча надо будет ее опять проверить, потому что, гляди, может быть, Талия-то теперь будет наваливать. С выживаемостью-то у нее все хорошо, а с уроном у нее через одну пятую точку. Поэтому посмотрим, что же там была за такая ошибка именного предмета после достижения 25 уровня. Ну, это смешно просто, ладно, а там как раз-таки, по-моему, доп. урон. Так, третий идет Дэймон, но тут не надо бояться, друзья. Была исправная ошибка, из-за которой описание способностей, типа, пердуш, было неточным, и фактически эффекты способностей остаются неизменными. То есть, они просто исправили описание, но сам навык не поменяли. Я, по крайней мере, надеюсь. Потом идет Горво, это танк из фракции лесников, и у нее тоже была исправная ошибка, из-за которой возникла аномалия восстановления энергии для способности Огненный щит. Типа, после достижения 20 уровня с помощью именного предмета Горво. Типа, они как-то не контачились, видимо, был конфликт, и все это работало тоже через одно пятое место. Ну, в общем, вот такой вот патч, но то, что они добавляют в Героях Эспирии, вот в эти паки, вариант выбора этих осколков, чтобы прокачивать, естественно, гравировку, это не выход. Надо увеличивать количество покупаемых итомов непосредственно в самом магазине, да, о чем и говорили касуалы, то есть здесь они должны быть гораздо дешевле, как мифические, так и легендарные. И также увеличивать количество получения этих итомов непосредственно с АФК-награды, потому что за 10 часов АФК вы получаете, дай бог, там, десятку, по-моему, мифических и около 15 легендарных. Это просто смех. Это сколько надо будет времени проиграть в эту игру, заходить каждый день или там раз-два дня, чтобы это все просто, друзья, собрать и прокачать гравировку. Это какая-то дичь. Ну, нет, они добавляют еще в Туманную долину, добавляют ячейки, и, соответственно, те, кто будет доходить до 36 главы, они будут в большем приоритете, чем игроки, которые находятся ниже. Ну, ладно, что, такой патч. Завтра на это все более подробно посмотрим. Всем спасибо за внимание, не забудьте лайк, также порекомендуйте этот видос вашим друзьям, кто играет в АФК-шечку. Может быть, те, кто не играет, начнут играть, но посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, бунт донатеров не закончится, и они не будут донатить в этот проект. Для уменьшим прибыль Lilith Games, и, возможно, они начнут прислушиваться к игрокам, а не просто добавлять эти итомы в донатные паки, и в виде бонуса, в виде поощрения в Туманную долину. У меня все. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!